У меня самое большое впечатление произвели ваши слова. Когда не работает WhatsApp, когда не работает еще что-то. Ну не будем дальше начинать. WhatsApp и так далее, так далее, так далее. Пусть не работает везде. Да, и прекрасного качества связи. Поэтому мне приглянулось это превражение. Я его установила. Установили мои партнеры. И пошла такая цепная реакция. А самое интересное, что здесь еще можно зарабатывать деньги и развивать бизнес. Вот и самое интересное. Для тех, кто любит вклад в это, например, недвижимость, я рекомендую еще рассмотреть вариант вложения в приложение. Ну на самом деле недвижимость у меня на фонарах примерно в 9 раз меньше приносит доходы, чем инвестиции в IT-технологии. Поэтому отдельная большая тема. Сергей, ну пожалуйста, расскажите нам, например, какие-то цифры. То есть вот любите считать, да? А некоторые люди любят считать деньги. А можете какие-то цифры услышать? Пожалуйста. Может быть, пример, там, я не знаю, Facebook и пример еще чего-то. И продажи вот чего-то, талии там и так далее. Ну, пару слов. Ну, для примера. Я не знаю, наверное, мало кто знает, что Viber, который у многих есть в телефоне, разработал наш сайдчейк, 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 беларусь. Его продали японцам за миллиард долларов. Но это не самая большая сделка. Самая большая сделка, которую также наш сайдчейк разработал. Ватсап, тоже наверняка у многих в телефоне. Заработка началась в 2009 году. В 2014 была сделка, которая потрясла немножко мир. Ватсап был продан за 19 миллиардов долларов. Вот как? Да. Но это цветочки. Многие не понимали, зачем кто-то покупает за такие деньги. Значок в телефоне. На сегодняшний день Ватсап стоит около 83 миллиардов долларов. Это больше, чем наш Газпром. Это истекло. Вот интернет-индустрия какая-то интересная вещь. Вот скажите, пожалуйста, нам, вот нам всем интересно. Мы знаем все эти гарджеты, знаем все эти приложения. Вот чем ваше приложение, какая в нем фишка? Самое главное. Вот как бы вы в нескольких словах просто рассказали бы о своем детишне, о своем приложении. Нам всем интересно, мы все пользуемся гарджетами, но мы сейчас до конца не понимаем, в чем же фишка этого приложения. Почему каждый из нас должен его поставить сегодня же? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, про кристально-очистующую связь я уже сказал, это немаловажно, но это не самая главная фишка. В нашем приложении есть такая интересная штука – защита секретных переговоров. Ну, всегда может быть, что кто-то, кто вы не хотите, залезет в ваш телефон и начнет читать, с кем вы там переписали. Абсолютно. Так здесь секретные разговоры, вы людей, с кем вы не хотите переписки, что в неделю помечаете, как секретные. Даже если вы возьмете мой телефон, даже если введете пароль, даже если откроете приложение, начнете читать, что там есть, вы этих сообщений не увидите. То есть, правильно я понимаю, есть некий чат, в котором есть переписка. Можно в этом чате скрыть определенные сообщения. Еще раз, вот смотрите, проще показать один раз в чат, объяснять. Вот смотрите, вы на экран вывести сейчас, прочитать ваше переписку. Я хочу вот этого человека сделать секрет, пометить. Вот сейчас, он исчез, в принципе. Вот смотрите, вы нажали на замочек и… И человек исчез. Вот я теперь встряхиваю телефон, он спрашивает мои отпечатки пальцев, я их ввожу, вот он появился. Замечательно, все, значит, смотрите, если, допустим, у вас есть какая-нибудь секретная переписка, ну, допустим, сейчас многие такие, ну, допустим, допустим. Я думаю, у всех есть. Мы можем вскрыть ее и потом встряхнуть телефоном, эта переписка появляется, нужно ввести пароль, чтобы вы поняли. Замечательно. Еще раз встряхнула, она опять исчезла. А мне нравится еще приложение для девочек, которое помогает в этом вложить. Знаете, какое? Уж не фан. А, это со стикерами, с картиночками веселыми всякими. А таких картиночек больше нигде нет, кроме как у вас. Но наши, на самом деле, мессенджеры еще умеют общаться друг с другом. То есть ни один мессенджер в мире не может с одного мессенджера на другой присылать сообщение нашей. Это здорово. Спасибо технологиям за то, что мы живем в этом веке и есть такой человек, как Сергей Савич. Спасибо, Настя, тебе за твое творчество, за то, что мы сегодня благодаря тебе здесь все собрались. И думаю, прекрасно проводим вечер. Всем хорошего вечера. Спасибо. Мы все время меняемся микрофонами. Нам нравится, да. Просто регулярно. Я очень люблю красный цвет, просто он настроен больше под тебя. Настя, скажи, пожалуйста, что мы делаем дальше сейчас? Что мы сделаем дальше?